Представьте себе, что мы бросаем на расчерченную, на квадраты плоскости. Квадрат со стороны А. Ну, то же самое, иголка. Иголка длины L. L меньше А. С какой вероятностью пересечет? Либо вертикально, либо горизонтально. Что-нибудь, да. С какой вероятностью произойдет пересечение? Но оно должно не пересечь. Если оно не пересекает ни то, ни другое, то оно не пересекает вертикально с вероятностью 1-2L делить на 5. Не пересекает вертикально с вероятностью 1-2L делить на 2, это вероятность того, что не пересекли горизонтально. Вероятность того, что не пересекли вертикаль, такая же. Да. Поэтому это надо возвести в квадрат и из единицы вычтеть. Отлично. Ну, с такой вероятностью не пересекает. Ну, соответственно, если из единицы вычтем, то будет пересекатель. Так? То есть мы верим в независимость этих событий. А почему? Если у меня есть иглат, я могу ее сдвинуть параллельно одной из этих прямых. Да. Тебе хорошо, прошу, и что? Когда нарушится пересечение с той, которая была прям тюкулярная, прямой относительно которой мы сдвигали. Да. И что? Нет, я их меня не слушаю. Ну, поэтому пересечение с одной из прямой не зависит от пересечения с другой. Точно. А давайте мы решим эту задачу. Нет, не точно. Давайте мы решим. Давайте мы решим эту задачу. Наверное, мы должны бросить иглу. Давайте зафиксируем у этой иглы середину. Он самый простой. Да. Вот у иглы есть середина. Можно считать, что эта самая середина попала, для того, чтобы нам легче было работать, давайте всю плоскость разорвем вот на такие квадраты. Понятно, да? Понятно, зачем я делаю? Чтобы не учитывать, с какой стороны пересекали. Итак, середина иглы имеет, ну, давайте посмотрим на такой квадратик, имеет некие координаты. Х и у нас больше или равно, чем минус а пополам. И это вот такие числа, по-моему, или не превосходящие, а пополам. Теперь мы должны каждый раз выяснить, а будет пересекать или не будет пересекать. В какое мы место не ставим, как катейбулка проходит, и нас интересует, существует пересечение или нет. Вопрос. Если мы знаем угол, вот этот вот угол Фи, давайте, угол будет меняться, ну, скажем, дело в том, что картинка может, в конце концов, симметрично отразить, поэтому ничего не изменится. Давайте, угол будет меняться от нуля до прямого. И мы сейчас должны написать условие того, что иголка не пересекла ни ось абсцисс, ни ось координат. Как это зависывается? Смотрите, проекция вот этого кусочка на ось абсцисс. Это сколько? L пополам косинус Фи. Значит, L пополам косинус Фи, чтобы не было пересечения... Меньше, чем Х. Да, да. L пополам косинус Фи должно быть меньше, чем модуль Х. Очень хорошо. L пополам синус Фи должно быть меньше, чем модуль У. L пополам синус Фи должно быть меньше, чем модуль У. Если выполнены такие неравенства, то в таком случае отрезок не пересекает. Нет пересечения. Значит, нас для каждого значения фи интересуют вот такие х или у. Ну и как? Сможем ли мы решить задачу? В принципе, х бегает от 0 до 1,5. То есть х бегает от минус 1,5 до 1,5. Смотрите, у нас есть фактически квадрат со стороной А. И внутри этого квадрата есть плохие х и плохие у. А что значит, что нет пересечения? Это значит, что вот эти точки насилия, правда? Или нет? Замечательно. Способны ли мы посчитать эту площадь? Давайте. Здесь сколько у нас? А пополам минус л пополам косинус фи. Правильно? Это вот этот кусочек. Хорошо. А этот? А пополам минус л пополам синус фи. Отлично. Но еще надо умножить на 4, потому что их 4 штуки. Еще надо разделить на А квадрат, потому что нас интересует доля всего квадрата. И еще надо это усреднить по всем фи. Что значит усреднить по всем фи? Это значит, что надо взять интеграл от нуля до 90 градусов. Фи, да и фи. Единица, фи пополам нужно, потому что мы усредняем по фи. Да, да, конечно. Ну, вот этот 4, конечно, напишем как 2х2. Одну двою внесем в эту скобку, вторую в эту. Да, да, отлично. И расстроим скобки. Хочем мы сюда. Не, ну сразу, сразу. Двойной. Синус двух фи. Одна вторая синус. Друг фи, да. И делить еще на А квадрат. Конечно. И ДФи. А квадрат ДФи. Почему это равно? Вот здесь получается А квадрат делить на А квадрат. От нуля до Пи пополам. То есть получается Пи пополам. Да, и скращать, получается единица. Минус. Интегрял от нуля до Пи пополам. Косинус Фи плюс синус Фи. Это двойка. Ну да. Отдельно. От косинуса единицы и от синуса единицы. Да. Здесь получается минус 2L делить на А. Но из-за вот этого Пи пополам здесь будет в знаменателе еще Пи. И в числителе еще двойка. То есть 4. Да, да, хорошо. Хорошо. И, наконец. С плюс 1 вторая на 2 Пи делить на 2 Пи. Да. На 1 квадрат. Интеграл синус 2 Фи. Не, ну напишем все-таки. Интеграл от нуля до Пи пополам. И лучше сразу делать замену переменных все-таки. Сделать замену переменных. Т равняется 2 Фи. Да. Тогда здесь будет Пи. Да. Здесь будет синус Т. ДТ пополам. Да. То есть это 1 минус 4Пи плюс Пи плюс вот этот интеграл равен двойки. Да, да, да. Но здесь еще одна вторая наносится, поэтому будет единица. Да. И здесь остается Л квадрат. Да. Так. Я забыл вот это А квадрат здесь. Да, конечно. Да. Остается Л квадрат делить на Пи квадрат. Да. Намечательно. А теперь сравниваем. Это нет, лучше сама ответ. Да. Ответ не совпал. Не любые события являются независимыми. Казалось бы, абсцесс, соордината, а вот нет. Ответ оказался другим. Какой из этих ответов больше? Вот наивно мы когда думали, что независимые события, написать так. На самом деле такой ответ. Давайте расскажем, сколько единица. То же самое. Минус 4Л1 на Пи. Все замечательно. Но здесь Л квадрат делить на квадрат с коэффициентом 1 Пи, а там с коэффициентом 4Пи в воду. 4 это больше, чем Пи. Поэтому на самом деле здесь не разница, а коэффициент вот такой.